Добрый вечер, дорогие друзья! 5 августа, на часах в Якутске 19.15. И вы смотрите пятничный выпуск «Арены событий» с оставшим уже традиционным обзором пресса. А поможет мне его провести сегодня журналист Григорий Фоменко. Григорий, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Григорий, давайте сразу начнем, наверное, с обзора наших газет, которые разложены у нас на столе. Газета «Якутия» от вчерашнего 4 августа публикует материал под заголовком «Палпред поблагодарил главу». Подведение итогов социально-экономического развития Дальнего Востока за первое полугодие стало основной темой обсуждения на заседании окружного совета в Южно-Сахалинске. Говорили не об общих показателях, а о том, чего достигла каждая область. Каждый субъект федерации отметил вице-премьер, полномочный представитель президента ДФО Юрий Трутнев. Цитата из него. Методы оценки регионов будут совершенствоваться. Мы сформируем очень лаконичный перечень критериев, на основании которых подведем итоги года. Это будут критерии, прежде всего, связанные с ростом ВРП, валового регионального продукта, привлечением инвестиций, что немаловажно, как мы знаем. И результатами миграционных процессов. Это конец цитаты. Да, и, конечно же, хочется отметить, что благодарности за развитие территории получили глава республики Егор Борисов и губернаторы чукотской автономии Камчатского края. И, насколько мы знаем, Юрий Трутнев и глава республики побывали в Нью-Ренгринском районе 20 июня и проверили ход реализации закона Дальневосточного гектара. Это было полтора месяца назад. Да, а вот сейчас, в свою очередь, в газете Кыма разместили большое интервью с Егором Борисовым, где он, в частности, затронул тему Дальневосточного гектара и то, как происходит реализация этого проекта. Что еще в этом интервью Егора Афанасьевича? На днях Егор Афанасьевич собирается подписать указ о реализации закона, который предусматривает дополнительное выделение 2,5 гектар сверх предусмотренной программы. И он не забывает о малочисленных коренных народах Севера и старается выделить те территории, на которых не размещаются наши народы. Что-нибудь о компании Алроса и сохранении контрольного пакета за государством там тоже фигурирует в этом интервью. Да, конечно, эта тема тоже. Кстати, Григорий, а вам доводилось писать о компании Алроса вообще? Да, мне доводилось писать, несмотря на мою непредложительную практику. В том плане, что эта компания участвует в поддержке социально ориентированных проектов, в особенности в сфере культуры, творчества. Недавно к нам приезжал Мариинский театр в город Икуск со своим выступлением, с концертным исполнением оперы. И представители Алросы тоже были здесь. Здесь они выступили в качестве... Валерий Гергиев их отметил. Да, конечно, небезызвестный маэстро. И эта компания специализируется на социально ориентированных проектах. Понятно. Но все-таки одна из самых острых и злободневных тем этих дней – это, конечно, кормозаготовка. Она началась позже установленных сроков из-за дождей, как мы все знаем, проливных, в результате которых некоторые сенокосные угодья оказались подтоплены. И представитель правительства Галина Данчикова на селекторном совещании в ходе рабочих поездок знакомилась с ситуацией на местах. Да, и правительство готовит решение о выделении мобильных бригад, которые будут въезжать в отдаленные труднодоступные сенокосные угодья республики. Понятно. Цитата. «До завершения кормозаготовительной кампании осталось меньше месяца. Никаких проволочек с точки зрения принятия управленческих решений быть не должно», – резюмировала Галина Данчикова. Кстати говоря, материал в газете «Якутия», опять же, от вчерашнего числа, 4 августа, так и называется. «Никаких проволочек быть не должно». Кстати говоря, мне вспоминается такая цитата из Ивана Тургенева. Слово «завтра» придумано для людей нерешительных и для детей. Вот, собственно говоря, никакого «завтра» здесь быть не может. Все должно быть прямо сейчас. Кстати говоря, здесь очень важно, вот еще на что бы я обратил внимание. Под заголовок такой. «Жители не должны оставаться без дорог». Отдельно премьер заострила внимание на вопросах транспортной доступности в республике. И опять же, процитирую премьер-министра. «Жители не должны остаться без транспортного сообщения», – подчеркнула она. Кстати говоря, вот «Транспорту» посвящен и следующий материал, на котором мы сейчас… Следующие даже материалы, на которых мы сейчас остановимся. В частности, и газета «Якутия» посвятила этому два своих номера и во вторник, и в четверг. «Эхо столицы», «Саха-Сере», газета «Илтумэ». Хочу отметить газету «Эхо столицы», в которой в статье «Танкерная безопасность Якутии» указывается, что далеко не секрет, что существующий флот якутских танкеров преимущественно построен в советский период, а это более 30 лет эксплуатации. И здесь встает вопрос пресловутого северного завоза, а именно главной его статьи «Перевозки нефтепродуктов и нефти по рекам Якутии», в том числе с выходом на северный морской путь. Ну вот смотрите, это же все о том, что в воскресенье 31 июля на Жатайском судоремонтном заводе спустили на воду «Танкер». И одновременно по команде в Пелидуе сошло на воду еще одно достроенное судно. И в ту же минуту, как пишет газета «Якутия», и в ту же минуту распространившаяся молниеносно по всему Ленскому бассейну новость превратилась в историческое событие, которое ждали 25 лет. Кстати говоря, вот газета «Илтумэн» «Танкер на воду» так и озаглавлен материал. Да, и Егор Борисов, который присутствовал во время этого легендарного события, напомнил, что в свое время стратегически важная отрасль переживала не лучшие времена. Сейчас же появление собственного судостроительного завода может решить главную проблему якутских речников, связанную со степенью износа водного транспорта. И вообще проект модернизации флота включен в план государственной программы «Социально-экономическое развитие арктической зоны России» на период 2020 года. А я добавлю, кстати говоря, цитатой, еще одной цитатой из газеты «Якутия». Егор Борисов. «Много лет мы были в сомнении, что делать с заводом. Объемы производства сокращались, с акционированием возникли трудности. В сложившейся ситуации спасти флот, а значит и завод, могла только республика, взявшая на себя ответственность за их управление. Поэтому я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который нас поддержал. Кстати говоря, это еще не все, на чем хотелось бы остановиться. В статье подробно рассказывается о нынешнем состоянии, понятно, Ленского флота и программе его реновации. За 2016-2019 годы планируется модернизировать 16 единиц «Лена-нефть» и 7 ТО-1500. Общей грузоподобностью почти в 45 тысяч тонн, пишет газета. Газета «Якутия» от вторника на четвертой полосе публикует материал. «Сроки формирования транспортного узла названы». Там комментарий исполняющего обязанности первого вице-премьера Юрия Куприянова по поводу введения в строй транспортного узла в Нижнем Бестяхе. Да, комментарий Юрия Куприянова звучит так. «Главный итог – обозначение срока завершения тех или иных объектов. Строительство моста через Лену должно начаться до 1 июля 2017 года». «Мост через Лену до 1 июля 2017 года». «И ввод в постоянную эксплуатацию пускового комплекса «Томот-Нижний Бестях» до 1 января 2018 года». «Январь 2018 года». «Также там Юрий Куприянов рассказал газете о новых социальных объектах, которые появятся в районе в плане строительства узла. Есть и социальные объекты, в их числе санаторий Абалах, детский сад. Всего на территории Мегино-Кангаласского улуса появятся 3 детсада, дом культуры в селе, Майя и большая школа в Нижнем Бестяхе». Как писал Роман Ролан, «Добро – это не наука, это действие». Собственно говоря, то, что мы видим на этом примере. В свою очередь в газете «Якутия» от 5 августа. От 5 августа, от сегодняшнего числа. Вышла статья с комментарием от Андрея Борисова, но обо всем по порядку. Более 700 участников зарегистрировалось на Ленском образовательном форуме, который пройдет 17-19 августа в Якутске под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Да. В числе тем, вошедших в программу форума «Система дополнительного образования для наших детей». Вот, вот что говорит Андрей Борисов, государственный советник Республики Саха-Якутия. Систему поддержки и, главное, поиска одаренных ребят сегодня необходимо совершенствовать. Эту тему в начале года озвучил президент России Владимир Путин, поручив Кабинету министров страны поддержать Центр дополнительного образования детей. Причем необходимы обменные центры с соседними странами, в частности с КНР. Мы уже провели переговоры на эту тему с провинцией Далянь, где построен на берегу моря специальный город для одаренных детей и детей-инвалидов. Ну, собственно говоря, это очень важно. А вот еще один такой материал. Будем уже скоро завершать нашу программу. Пишет жизнь Якутска. Собственно говоря, это ваш материал. Я вам передаю слово, пожалуйста. Произошел такой курьезный случай, можно сказать. Не курьезный, он надо совершенно нормально. Глава Якутии подарил чурон школьнику из Сочи. Месяц назад глава республики Егор Борисов получил письмо от 15-летнего школьника из города Сочи, Вовы Конокова, который интересуется историей Якутии. Юноша сообщил о том, что посетить республику ему вряд ли удастся. Поэтому глава региона решил вручить мальчику национальный сувенир чурон. Поощрить его таким способом. Подарок доставят ребята, направляющиеся в сочинский лагерь Зеленая Горка. И встреча состоится уже завтра, что в августе, если я не ошибаюсь. Да, уже завтра и состоится встреча. Я говорил с мальчиком, который написал это письмо. Он был шокирован, мягко говоря. Таким вниманием? Таким вниманием, и он не ожидал отклика какого-то. То есть он написал письмо, волновался, но отклика не ожидал. И когда я ему позвонил, сообщил об этом, он даже еще не знал о том, что ему презентуют какой-то подарок или что-то еще. Вы знаете, у Андерсона есть потрясающая фраза о снежной королеве, если не ошибаюсь. Детей нужно баловать. Вот тогда из них вырастают настоящие разбойники. А вы знаете, я вот чем хочу закончить наш сегодняшний выпуск. У нас остается меньше минуты. Эхо Столицы публикует материал под названием «Первая волна зачислений в СВФУ». В этом году, ну, столько-то подали на очную форму бакалавриата и специалитета заявлений. Окончательные приказы о зачислении выйдут 8 августа. Но самым популярным направлением стало вот какое. Направление филологического факультета рекламы и связи с общественностью. Ну, порадуемся, может быть, чтобы ребята получили там действительно достойное образование. Пожелаем им это во всяком случае. Конечно. Ну, это очень популярное у нас направление сейчас. Будем прощаться, Григорий. Это была «Арена событий». До следующей недели. Всего вам доброго. Всего доброго.